всем привет с вами ванок и продолжаем разбирать карибы сегодня мы поговорим о новом патче который вышел на днях версия 09 00 который разработчики произвели несколько интересных изменений и сегодня мы их как раз таки и рассмотрим сразу предупреждаю в этой серии в этом видео я буду активно читерить чтобы показать данные эти особенности чтобы было как бы быстрее что все это сделать чтобы особо не мучиться потом с нарезкой в общем просто воспользуюсь читами чтобы все вам показать вы так что не удивляйтесь там мы не нужно потом никаких негодований там возгласов мол ты читер и так далее да я такой и так как мы видим карты пока что обещаны у нас нет ее так по нему отложили в следующий уже патч сати 3 жалко хотелось бы на эту карту бы новую бы посмотреть которую разработчики там вроде как делают ну ладно еще успеется что у нас собственно вообще интересного то появилось но в первую очередь нужно конечно же показать новый город видите после небольшого такого подлагивания под загрузки нас открывается вот такой экран как кто помнит раньше и в mountain blade и да и в первых версиях кариб у нас просто был текстовый такой кранчик вниз выбором несколько пунктов сейчас же все по-другому сейчас мне кажется так интереснее получилось конечно конечно несколько мне кажется некоторых деталях вот просто стрелочка немножко неряшливо нарисована я думаю разработчики еще это все доведут дума всему свое время осмотрится целом достаточно неплохо еще не подлагивал немножечко при загрузке был вообще замечательно но не одним лишь экраном ограничились мнение связано с городом во первых можно теперь покупать себе здание в наше владение эти тут написано 5 свободных слотов вот в эти 5 свободных слотов можем купить здание причем здание есть как производящие то есть мунафактура точнее то есть так и так пропутал вот экранчики вот три слота на мунафактуры различные и 500 на здание производящие ресурсы вот видите у нас тут есть например просто мясо скотобойни платации кофе так рыбаки тут мы с рыбу ловят и 300 на лимонфактур мы факту раз побольше всякие там пример производства канатов можно открыть можно лесопилку то лига не лесопилка это карпина это это мебельщик так вот я даже не переведу это название рэнбонгер надо будет там глянуть вот это по из пору паруса производит тут понятно так в общем многое на самом деле принципе тут на своем почек можно там смешка заниматься своим мелким бизнесом правда доход прямой эти все здания не приз не приносят это чтобы они начали приносить доход нужно товары которые они создают забирать со склада и продавать то есть ну вполне логично что если мы будем их забирать и продавать уже в другой какой-то колонии на другом острове ничего мы тут можем построить можем построить наверно мил 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 мельницу так у нас производится зачем посмотрим зерна в городе зерна в принципе можно еще прибавить кстати вот некоторые вещи в принципе невозможно в городе построить нужно всегда понимать что какие-то вещи нас скажем так ток является уникальным и конкретно остров ну давайте прибавим ножка зерна полей зерном и то где там я находил так вот мельницу одну построим что там еще может зерна так 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 а вот еще можно хлеб вот интересно цепутить немножко цепочка такая упрощена то что обычно вообще как в играх нас сначала производится мукам а потом из муки печется хлеб но тут ведь так упростили немножечко давайте мы и того и того нас того нужно требуется так 15 зерна производства поскольку она сейчас так 3 того 30 принципе наверно хватит то что вроде каких-то еще как-то требующие зерна никаких производств нету соответственно это время на складе на складе появится эти наши произведенные продукты ну давайте теперь смотреть как собственно выглядит этот самый склад и вообще торговец выглядит а выглядеть по следующим образом ответь у нас тут есть несколько страниц товаров слева товар не предлагаемые нам справа товары которые имеются у нас хотим что-то купить не проблема нажимаем нет пускай кнопку мыши переносим на корабль мне кажется система вообще очень хорошо сделаны и вот сначала несколько страны кажется ну что кажется что она неудобная будет шоу как-то так мышка туда-сюда водить как на планшетах странно на самом деле это наоборот очень классные идеи мне кажется очень правильно сделано и вот эта система сайте используется не только для торговли например еще мы когда корабль грабим или там топим какие-то ресурсы или захватываем какие ресурсы с него получаем так этот же экран у нас появляется только тут уже не мерчант а там кто-то там и мы также их грабим то только уже не покупая а просто забирая ресурсы вообще на самом деле система очень классными понравилась она вот естественно что если что основа системы потерялась одна вещица и связана она с таверной раньше чтобы для выполнения стартового квеста нужно было зайти в таверну и найти конкретного человека сейчас таверну зайти нельзя сейчас можно только сразу не откликнуть и просто вы переносите на экран глобальный где ну как обычно при выборе варианта по там провести некоторые в городе начинает просто время бежать а вы сидите в городе выздоравливать еще что-то на зайти террас отец нельзя из сатеса этот самый класс то оказывается запорено пока что видим это нужно будет исправлять за почек в следующем патче вот кстати наши все постройки еще сразу наглядно отображает что у нас есть вот видите две мельницы диста что шугар милл а я стою а вот и нет что-то как-то уж много шугар милл построена вот она на сайте наши как раз обычная мельница видите тут как это еще было в городе аж 4 таких мельницы до нас построена ну эти этот да вот видите и плантация сахар эти ты колония тартуга она изначально заточена именно под сахар я так понимаю еще и ром да ром еще производят ну пираты что с них взять ну что шла на идем дальше что у нас еще было сделано сделано у нас было очень много касательно абордажа и вот это конечно же нужно показать обязательно потому что это вообще очень классная вещь как мне кажется сейчас поймете почему так сначала посмотрим что у нас тут с кораблями от пить прокупил давайте на с чем зря из города убежал сначала покажу кораблики у нас тут на старте так как это висис и бета как и говорил уже нас на старте тут данные не два старта кораблика я еще один крутой приобрел чтобы они были разных размеров чтобы можно было раз на разных кораблях абордаж смотреть вот это я прикупил это это линейный корабль третьего класса если я не путаю ничего самый крутой заступок во время так очень красиво смотрится машины всякие вот это вот это барк это у нас был изначально если ничего не путаю да барк изначально доступен был и еще у нас был варбрик это какой боевой брик мне немножко это у него есть на русском языке более норм адекватное название неважно и вот сейчас на кораблики сравним в бартажем сделаем это следующим образом сейчас мы выберем сначала варбрик в качестве нашего основного а он собственно с флагшипом то и выбран и посмотрим как он будет выглядеть вот в бою он прям с этими корсарами так мы тут к так как я начал эту игру за нейтрального поэтому нас сейчас португальские флаги от ведь наши все три корабля красиво плывут наш этот блик должен быть по-моему самым быстрым я ничего не путаю кстати вот этот один линкорн честно сейчас вот сейчас думаю а когда его написывание скалы с учим линкорн нет ну ладно не важно в общем линкорн линкорр блин сложное название седвечно путаю его и многие стать другие заметил путают вообще линкорн это сокращение от линейного корабля никак это не может быть линкорн получается какой-то линейный кукуруза что ли что-то типа такого так вот это линкор он требует аж 300 единиц экипажа для полного заполнения и в одной колонии на это закупить экипаж полностью нельзя нужно аж три колонии объездить чтобы полностью забить команду для него вот оно как так давайте переключим на наверно на картечь недостойно кстати хотел еще показать давайте раз уже зашел как выглядит обещанная разработчиками труба подзорно выглядит она вот так ничего особенного мы это видели уже в наполе никворс примерно такой реализации если на что ведь мачта мешается нормально смотреть поэтому труба пока что несколько немножко мне кажется бесполезно давайте вас обстреляем товарищ а почему эти не могло пострелять вот теперь могу на баржи сайте он смотрите не идет что раньше я говорил что почти все корабли сразу идут на абордаж как только возможность появляется такая выглядело очень странно это сейчас видимо это разработчики поправили то есть все таки просто так мои отзывы да и видео и да и на форуме мимо не прошли то есть это не может не радовать мне только не за что мы тут против ветра идем по моему опустил я возможность на абордаж пойти ну давайте ускорим время я надеюсь что есть его догоню то что мне хочется вот именно с этим кораблем на абордаж пойти а вот не с этой шлюп в принципе сейчас посмотрим главное чтобы раньше времени не уничтожили наши доблестные союзнички вот сейчас выйдем да вот вышли так 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 давайте сразу пойдем то есть на выбор ты варианта как идти и вот видите так как корабли у нас тут равное получилось я удачно выстрел нас тут просто переброшена дощечка такая дощечка достаточно обширная чтобы видео было нормально возможность переходить с одного корабля на другое но все-таки это мне кажется это более реалистично чем раньше было а раньше напомню была совершенно странная система когда просто была дырка дырка кораблей и вот видите тут уже мои матросы не просто не только прибегали через эту самую песку но еще и прыгали через канаты собственно мы сами тоже можем сделать это вот так лица героя собственно вот это пока что первая часть малезонского балета сейчас мы будем смотреть дальше как-то выглядит когда как кораблики более остальное сдался когда кораблика наш будет больше соответственно следующий наш этап это мы возьмем в качестве нашего головного корабля теперь баба баба баркас так флэйк 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 шип из пока оставим и ищем следующую нашу жертву так чё тут пиратство кого годом чё у них тут в принципе рад они все однообразно ответе смолу маленькая шхуна снова тащи чипов лод чуть ли не лодка я ничего не путаю большая шхуна большая шхуна милая большой шлюп честно говоря я не помню что по вот этот шлюп 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 давайте ну-ка шлюп так барка варбрик так стоп нет чё-то я запутался чё у нас было-то блин чё-то из головы вылетело а нет по-моему а да всё правильно варбрик у нас начально стоял а мы сейчас барку выбрали так они тут чё-то перепутались то что в магазине они точнее в дугах они по-другому стояли вот я видимо поэтому и запутался кстати можно взять ммм крайне интересный шлюп но шлюп надо в городе наверно сначала им и по моему кстати вот варбрик и шлюп они видите на сцене абордажа одни и те же в принципе разницы нет ну давайте вот так сделаем надеюсь я ничего не припутал да вот у нас кораблик побольше стал так вот в бою выглядит видите у нас тут сразу флот из нескольких всяких мелкотни появился ну в принципе не так важно единственное что видите когда мы какой-то кораблик захватываем команда пересаживается на захваченные корабли и соответственно на корабле донере в данном случае это выступает как флагман соответственно уменьшается в принципе вполне реалистично мне кажется эта система разработчики тут вполне все правильно сделали ничего не накосячили а вот то что тут вот эти подсказки иногда остаются не исчезают вот это до сих пор баг остался ну и давайте доплывем уже до них я тут и так уже включил тройную скорость трипл спид это цена ага target out of range вообще разработчикам уже прилагал говорил он что ребята давайте-ка вы сделаете по возможности какой-то там круг или просто маркер расстояние на котором можно стрелять минимально максимально потому что по-моему даже минимальное расстояние есть ну это знаете это будет видимо в будущем когда-то сделано но не в этом патче вообще патч очень долго выходил конечно многие тоже по этому поводу уже выражали свое негодование потому что на самом деле правильно что ну ребята обещали патч еще в июне а вышел да не в июне в июле а вышел он в итоге что-то стрелять не могу а вот стреляю а вышел в итоге аж в сентябре ну а давайте вот наверное пойдем этот кораблик раз подвернулся вот так я под руку им выберем на этот раз другой вариант мы на этот раз будем вот отсюда видите вот уже совсем другой вариант соответственно тут корабли уже один больше чтобы меньше дырки пресловутые в корпусе нет что не может порадовать соответственно вот эти крюки забрасывают противники наши нам залезть а мы пользуемся с канатами если что ведь тут нельзя просто перепрыгнуть никак значит пока мы осматривались уже за нас выиграли ну вот посмотрим как выглядит пыжок а выглядит он вот так и давайте сразу посмотрим как можно залезать на вороне гнездо кстати видите тут бот труп уже лежит даже обронил пульки соответственно боты тоже лазают я по-моему не успел заснять как только они залезают постараюсь следующем абордаже сделать а вот когда слезаем правда уже тут не проигрывается анимация заботчики сказали что они так специально сделали а вот так мы залазим видите как на самом деле сделан достаточно неплохо мне вот этот элемент очень понравился единственное что кораблики все-таки несколько тесноват видите вот всякие вот такие какие-то непонятные заборчики которые кстати можно перепрыгнуть но это очень надо постараться всякие тут такие пушечки и так далее вот кстати в итоге игра сама решила что пора бы уже заканчивать бой ну и мы тебя тоже пацан к себе добавим сейчас наверное заодно продадим это наверно сейчас сразу сдастся да? это почему-то кажется потому что обычно корабли такие маленького флота они сразу и сдаются видите как хорошо сдал дает наш линкор так давайте наверно отправимся в город немножечко продадим команду и запугнул полностью наш линкор заодно из него сейчас постреляем потому что я в предыдущих видео линкор в бою не показывал вообще выглядит достаточно действительно это так это типично я бы сказал эти продажи особо недорогом главное линкор не продать так 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 что там у нас круче то круче баркас поэтому по моему круче да да круче баркас поэтому приквы продадим он нафиг нам не сдался ой чуть-чуть я как-то это случайно что-то нажал думаю сначала продал случайно баркас нет не продал так отремонтируем этот заправим его моряками видите даже сама не хватило в итоге чтоб полностью заправить ну я говорю заправить на самом деле само собой это не заправить это команду набрать ну так соответственно выходим покидаем кур и делаем теперь его уже нашим головным кораблем самым главным флаг шипом и находим еще одну жертву так кто у нас будет жертва а давайте вот тут ты будешь жертвой сар и вот уже наш супер кораблик в начале в такой под закат солнца уходит в бой но выглядит да согласитесь еще раз говорю что действительно это так и красочно красиво большой видите тут аж у него два ряда пушек можно наблюдать а еще можно зайти вот так и еще сверху пушечки хотя нет по-моему это а ну да все правильно нижняя палуба и верхняя уже которые открытые пушки стоят можно вот так поразглядывать текстурь конечно тут не особо но в принципе тоже ничего и вот о чем я говорил кстати если мы включим трубу то впереди у нас будет только вот паруса до мачты а вот смотреть вот в эту подзорную трубу можно только в бок ну и давайте ускорим бой чтоб наконец его досмотреть так я тут даже пожалуй не буду картич стрелять а буду стрелять ядрами сейчас только еще поближе доплыть нам надо видите сколько пушек у него можно задействовать передние задние то есть она третья а не смотрите три аж него все таки хотя нарисован а не вот третий все перепутан вот он третий это оказывается как там третий ярус называется на кораблях вот он третий второй первый что ты хочешь сказать что мы до сих пор не можем никого стрелять по-моему ты мне врешь товарищ по-моему надо просто корабль довернуть если что конечно немножечко до сих пор просто скликать мышь стрелять крылькой мыши до сих пор там компьютер почему-то тупит вот теперь можно здесь залп делать как-то там надо поднастраивать это дело немножко мимо стреляет но в принципе в целом видите раз с одним залпом в итоге попав мы все-таки практически весь корабль топили в итоге выделил согласитесь красиво так а теперь так ими вот это вот только мой не потопи я потому что его хочу взять на абордаж раз уже активно на сближение иду вот отлично ну и выберем например стерн стернат как раз по моему вороне гнездо нет не вороне гнездо это перед нет перепутал значит на вороне гнездом изначально затрыгнуть нельзя что можно сделать сразу так пойми и это шкал там за с вами и вот он исчез ааа исчез он залезает один залез в другой упал ахахахах рассмотрел сесело конечно да вот видите наши запыгнули сюда вот видите вот так ну хотя по моему кстати по моему разница совсем большого нет на высоте интересы будет сверить совсем маленькую лодочку как она будет видеть потому что видите вот оказывается бакаста и линкор никак не отмечаются на этой сцене у тебя разработчики обещали там побольше сцен нарисовать то видите вот по моему раньше не было появился в правом верхнем углу счетчик ээээ команды на бардажной то есть у нас 42 человека осталось у них соответственно ноль ну вот видите как то так тааааак по моему да все кстати странно что на самом деле по моему при каких то условиях должно еще появляться окошко когда мы можем ресурсы захваченные себе забирать ну тут видит видимо таких мы не выполнили условия что такие такой кошечка появилась ну не суть важно на самом деле ээээ так и что у нас там осталось по плану то осталось показать ээээ бой на суше на самом деле ээээ в этом плане изменения им сказал что минимально но дело в том что заработчики поменяли существенном систему управления войсками и они еще собираются в этом плане много чего делать это был первый только шаг с изменением то есть они отказались от старой системы а вот новую к сожалению пока что еще до конца дома не довели поэтому у нас сейчас нет мини карта она никак не вызывается у нас не работают старые вот эти f1 f2 на что что же работает работают на циферке на кратуре которую теперь не просто выбирают нужный отряд а посылает его в нужное место вот мы жмем 1 побежали у нас тут побежали один у нас это по-моему так Марина Марина да это пехота выбираем 2 побежали наши мушкетеры стрелки то бишь если что куда то они сейчас не туда побежали ребят вам сюда кавалерии у нас по-моему нет то есть артиллерия купил артиллерию который рассказал что она вообще классная вечная не со что бомбы как были уберами так и остались вот видите немножечко до сих пор почему путаются мои войска видите как то они странно себя ведут вот собственно о чем игру никаких подсказок не возникает только то есть я просто помню по описанию что у нас по описанию тут по описанию вот эти работают а вот каких то подсказок нет зато можно вот control зажать 1 они в бой пойдут control 2 пойдут в бой те в принципе все понятно очевидно в этом плане но конечно же в будущем стоит ожидать больше возможностей потому что пока что это ну не совсем грабельные бои обычные не очень удобно управлять это все равно в свое время как говорится думаю в следующем патче главное чтобы он вышел опять через 3 месяца а пораньше бы вышел это бы дело довели бы до ума вот в принципе шот мне с того что сделано чтобы сохранить все это все по другому вот примерно вот основные изменения которые произошли в игре я вам показал в принципе там есть несколько еще других но они мелкие такие в принципе я думаю не стоит их описывать здесь все могут прочитать патч ноутцы вполне возможно я думаю надеюсь по крайней мере умеет читать так что заходите на наш сайт изучайте ну а с вами был Ванок спасибо за просмотр видео всем удачи